всем привет друзья сегодня в нашем выпуске саппорт баунти хантер четверочка играет на этом герое f1 нас частенько просят и просили записать этого игрока приятного всем просмотра сейчас будем наблюдать за очень хорошим саппортом этот четверка баунти хантер напомним тут вардики сразу стоят на рунах обе команды готовы уже драться на высоком уровне доты всегда контролирует руна 4 на 4 рубилова и ничего заберут нет ничего жива сойдет и касса он нынче мог развернуться замедлением дать инвокер сразу продлил бокал снапом баунти хантер вкачал бы возможно первый не убили бы плюс тайт почему-то не сгашим еще них килл потенциал возможно даже больше был почему они не убили странно могли прям просто наковырять кого-то даже спирит брекера подгашим ноль армора просто накидываете качать себе инвиз ты понимаешь будет пытаться скаутить курьеров будет сдавать эффект неожиданности она вам не ожидал скай маг того что здесь будет баунти хантер бодиблок хороший бодиблок действительно слушай почему ты двигаешься на скамаге до базе хорош хорош сильно красавчик просолил я так понимаю он будет в топе над хантере просто выпаливать крипов так хантер прошляпил крипов пропустил их хочет выиграть линию для фантом лансера это абсолютно логично лично жалко то что килл анчат рикос образа взяла но она принесет подходил на эту линию пол будет реформить классно обухаясь классно он отдал ничего подогрел фасочка заблочил скамак большой спот чтобы ничего не брала отсюда крипов пока стоит ждет вообще раскачка через месяц на ситуативное не всегда берется там сантричок стоит увидели баунти хантера даже успели тыкнуть его но . не прошла и потому что он вышел телен понимает где стоит центряк на споте слева и ботиночек себе несет вот нужен второй уровень то можно поручать и первый и второй порой на четверки ванте хантере берут 2 спал джинаду дополнительный урон 70 постоянно подтыкивается золото немножко воруете 12 призер к 12 секунд можно в принципе наводить грязюку утра не тапочек это очень хорошо попробую теперь от баунти хантера оставляет пил отлично оставил фраг fly fly из команды и джи он играет на моих антре кстати против топозин ранга это эмо из командой джи а за него fly fly с командой джи керри против мидера будут играют вот мне интересно что он возьмет на втором я почти уверен что это будет тос ты прям он наклёвывает этот тос уже поздно брать 2 спал полетели миссы стики фарик 3 но нет смерть очень сильный тролль конечно будет хантера так что он тут не будет на такой ранней минуте бараб просто не имеет денег и не ждал баунти хантера на этой линии почему вот первый спал часто качают рано потому что урон 150 а перезарядка всего 8 секунд есть ты начинаешь файт с того что ты кидаешь вражеского героя сюрикентос 150 потом через 8 секунд еще раз но в качал себе джинаду не знаю не знаю может ману экономит ничего больше погибает точка с монеток настреляет себе немного там что золото очень мало я я думаю что этот спелл абсолютно оправданный если вы прям со старта берете эту кнопочку то есть первых минут уже начинаете докапывать атаку может ему стоит просто пойти на другую линию продолжать убивать в боте то все таки тролль спирит брейкер как вообще их продавить хантером баунти хантером денежку подворовывает по чуть-чуть по чуть-чуть уже три раза он постоянно ворует это да и окупается так куда под собрался там на баре в мин разбег чтобы руны так понимал под контролить обе руны забрали в инвокера эмбра законтролил одну хорошо саппорта вражеской команды сыграли баунти хантер чем крут тем что может воровать руны если вы купили ранний ботинок прямо на первые деньги то вы можете выходить и воровать вражеского мидера руна воды по идее скинуться тычками отлично одновременно дали тычку чтобы эмбер не знал это очень важно но запустив бот по по киллам там по экспе бот линию теперь фантом лансер чувствую себя просто прекрасно всего лишь нужно было постоять там полторы минуты это очень грамотно потому что вряд ли он на поле кайфовал бы против драксира это такой средний приятного на пифантер снова в топе забирает на просто пули то иду он зафакапился один раз и вот как итог теперь сложно стоять играть в доту хочет подснапить курьеров все правильно подрезать какие-нибудь стики ботл ботинок эмбрю но уже поздновато ботл или ботинок по что он уже купил нужно сейчас 3 ед дапать потому что тос это очень очень сильная способность сериально прикинь как можно сильно выиграть мид подрезав банку в курьере в медиа это же вообще да это сильно ну чтобы подрезать курьера тебе нужен ботинок да скорее всего да и возможно какой-то вадик у нас на ночи и чан трасс провалку потроим жала на не хватает дэмэджа сейчас шестая минута ри руна усиления нужно прочекать будет возможно мы очень сильно зависим от этих рун баунти хантером постоянно чекать эти руны очень просто потому что им вес хочет себе в языке в принципе нормально удобно скорость передвижения нападаю тут на драксира и есть тычечка по тут бара в кустиках выдам один до нас доберу драксиру наберут доберут фенчао 5 килл ворует не нужно этого делать когда вы героя уже загнали то отдайте kill phantom lancer который все это время пропускал крипов и очень хочет получить лишние две соточки для себя что равняется пачки крипов целый успели хорошо как будто даже на секундочку проблочился перед брейкера с собой хотя он в виде бежал у ее не потом когда я 1 на 100 есть да не отпускает нормально ну тос хотя бы на третьем уровне берется тоже нормально то сбивает телепорты можно побежать способностям работе ничего заберут чины в крипов нажались почему-то топ-1 ранга бывает по способностям первый спал тос выкидываете во врага получается эту этот сюрикен 150 на первом уровне 375 на последнем тут опять драка кого покусить скамага который сзади корочку корочку подрезать приятно с арканцами так понимаю да отпустите не бейте дасты есть но разменяется отлично какая затяжная драка офигеть долгий полиздушный файт так вот хорошо что номер хотя бы расскажем по обилкам тос выкидываете во врага много урона перезарядка в 8 секунд всего это один из самых сильных сплав на первом уровне если его качать вот именно оценивать все скиллы в доте и брать их на первый уровень прокачки 150 урона когда 8 секунд это шикарно дальность применения где-то 300 400 радиус подбежали кинули еще раз кинули попозже а при этом если вражеские цели под теком то тос отскакивает в цели которые под треком под вашим мультимейтом который спал ворует золото и дает вам дополнительный урон на тычку вот мы видим что за бонди хантера урон 63 плюс 79 тычку дал урон стал плюс 9 то есть этот урон пишется в уроне бонди хантера хорошо добрал вот так они еще и скайм ага сейчас заберут он тос кликнул в эмбра или не показалось по моему да по моему тос не туда полетел можно хотел просто имбра засловить как-то там же микро станы еще то сойдет а силикорды можно сбивать окей дабл килл приятно бонди хантер любит получать вы какие-то фраги вначале вернемся к джина она пишется в вашем уроне то есть крон работает на вышке и у флэн бонди хантера могут допустим подпушивать и керри бонди хантера очень круто джина на последнем левеле имеет перезарядку всего 3 секунды то есть каждые три секунды вы по тавру убьете с доп уроном 160 это весьма и весьма солидно урон физически и при этом выруйте еще золото 12 на первом уровне 36 на последнем инвиз нажимая инвиз вы получаете возможность проходить сквозь преграды препятствия то есть сквозь грибов вражеских героев и союзных не блочитесь короче под инвизом при этом время до невидимости секунда то есть во время этой секунды вам могут нанести урон или вы можете дать тычку забудьте тычку не выходя как бы из инвиза удаляя героя вы замедляете его передвижение поэтому очень круто на бонди хантере брать еще сверху орбуфину и в теории снижать до 30 процентов даже на первом уровне с инвизом длительность невидимости тоже растет под этим инвизом можно кидать треки и вы не будете выходить из невидимости очень быстро бару забираю такой щекут это не бара антимаг крипочек крип крипочек делает это на мид потому что тыкс по бонз контру важно сейчас да под себе уровень плюс там книжка в куре книжку тоже монт хантера практически всегда себя берет чем больше лову лов тем комфортнее ему играть вернемся теперь к способности так вешая трек на героя вы даете по этому герою метку которая дает вижу куда бы не пошел враг вы будете видеть то есть это очень крутая инфа файты накинута на кого-то шейкера на важных героев которые хочется фокусить просто дать инфу команде подмесили при этом каждая тычка по герою под треком наносит критический урон 140 170 и 200 процентов соответственно на последнем уровне то есть на 18 уровне двойная тысячка как будто залетает под этим круто мы видим что сейчас красника вырисовывается по 128 на тыкивает потихонечку а я я я из а это мультимейт был только с друзьями и можешь нам по поэзии вывозил о 11 вроде как хватало урона нос к мак помог что еще дает трек при убийстве этого героя под треком вы получите дополнительное золото доб золото себе 130 225 320 то есть зал сети в герою получить не просто 300 голды с этого кила а еще и золото себе довольно таки неплохое при этом союзники получают 40 80 120 золота и трек висит 30 секунд кстати по трекам вы еще получите дополнительную скорость передвижения себе а купив шарт на баунти хантере получается шарт дает уменьшает получаемый урон а уменьшает получаем урон в невидимости на 35 процентов я понял раньше просто бунти хантера был немножко другой шарт теперь его переделали вот тоже момент о котором можно поговорить то есть вы снижаете весь урон на 35 процентов когда вы в инвизе при том что у вас есть базовый резиста базовая броня вы снижать в сумме там под 50 процентов под 60 даже вот и атака из невидимости глушает цель на одну секунду это тоже очень прикольно то есть дали тычку с инвиза представила сейчас комбинация из инвиза тычка и темп ларка с блинка прыгает из молда тоже тычку на ног с башем дает шарт еще уменьшает перезарядка шедо волка на 5 секунд то есть не 15 уже 10 будет много прикольный шар чтобы упал бунти хантер стал героем который впитывает и в этой игре он делает билл себя через ход мы видим очень много магии эмбры и дараксир бара по щитам будет бежать плюс к мак поэтому худ отлично можно какую-то мекущу сверху себя приобрести и просто бегать шардом в инвизе впитывать урон поводу фишечек на баунти хантере можно сказать то что вот когда нажимают даст и подбашил побежал ударил отлично плюс соло килл 378 голды при этом он его дважды тыкнул джинады подворовал еще 60 золота и при этом килл стрек стрека плюс 130 и смотрим уже денежка 1200 солидно солидно вот сейчас именно та стадия которая для баунти хантера максимально ценная наступает враги собирает тиммейты собираются все вместе вы готовы драться командой и треки ваши как раз будут бустить вас по голде максимально и команду в принципе тоже именно можно добавить еще по артефактами которые стоит собирать но прежде на файп после трек дать 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 не успел ханта кистилл шоу там на реминате пытался выжить макиям астралия то тут как бы они все не от не отъехали миссии просто тос пришлось выкинуть сейчас ударить себя на москву башен виза идеально третий хп сейчас бы шарик уф еще рановато ну пока что дождем двадцатую по поводу альтернативных артефактов если не худ который идеально в этой игре заходит что можно купить если вы выполняете роль монт хантера который подрезает реально героев саппортов типа скамага можно купить себе медальку за минус арморить у вас добр он от трека в виде крита у вас джинада которая тоже дополнительно урон дает в 160 уже каждые три секунды то есть покупая медальку вы очень сильно усиливаете урон плюс медалька это отличное подспорье для солдара который сейчас берут практически в каждой игре потому что он очень дешевый 2600 что такое 2600 для баунси хантера который постоянно там получает золото из ниоткуда бабс 3 хп выбил главное не умереть за этом там смоки оббежали вражеские герои поэтому то что они убили баунси хантера это просто шикарно потому что они шли по идее на фантом лансера апл еще центре прямо потоложили у ли оставили если не медалька вот вы видите что у врагов одна магия хочется что такое тоже промежуточные перед ходом можно взять себе урну отличное решение но тут почему нужно не сам потому что квас векс инвокера он постоянно покупать свою урну весел и забирать у него заряды это просто некорректно поэтому урну сынок киров не берите в остальных случаях почему бы и нет монореген дополнительная броня и подпитка по хп плюс то ты небольшая хочет себе метку чтобы был более плотный димфайт хотя удивительно то что это делаю мягу делает не этой хантер вроде как надо зиме к сидит отлично но он думает ну то это не хочет я соберу мне впадло чисто баунти хантер с худом с векой это многие много лодники и шарзик еще покупаешь сверху просто бежишь вперед в инвизе но есть такой микро момент вы под инвизом получаете дополнительную скорость передвижения при этом дасты замедляют ваше передвижение если вы персонаж который в инвизе то есть вам нужно моментально выйти из этого инвиза и поэтому нужно нажимать фейзы стики худ короче то что не замедлит вас пока вы бежите и при этом то что вы видит вас из инвиза чтобы вы ускорились если нажали дэсты желательно из инвиза выйти без героя невыгодно разворачиваться давать тычку это нелогично поэтому стик кликнули фейзы кликнули даже вард можете поставить если помнишь мы записывали ролик на реке который купил шарты я сказал прикольно было бы с пуджом скомбинировать слив который никто не сбивает да вот сказал я это на свою голову и я попался против пятерки реки который собрался метеор хаммер и шар следующим артефактом и в команде был с пуджом я не просто бегали и всю карту шатались как у твоего забавно на бывает такое даже не обязательно ultimate вязать кинул дротик и сразу кастуешь метеор под пуджа а он в нужной да да просто ну и пуш какой-то я видел тоже реки пятерку там игра была довольно таки фришная для команды реки тоже купил себе шар просто на пятерке насобирать еще нужно снареки должен прям очень хорошо сыграть игра должна пойти должны сделать метеор хаммер дешевая с ним ты формишь быстро ну до него нужно дойти в этом проблема наверное основная ну да нужно как-то вот импакт выдать на реке вначале фотофланцер хочет зайти на рошана отличные тайминги упала но вот опять же сыграл на пл а понимает то что троллигон особо ничего не сделает и как итог пл 606 боя баланс хандер понимает как оценивать ситуацию все-таки fly про игрок очень сильный игрок и у него на саппортах играя топ-12 это довольно таки высокий ранг для фольт про гирошанчика прогнали просто эмбра минус 1 реминант 1 скорее всего еще откинет так первый трек пошел на дар к сиро трек есть абсолютно без маны отряг кстати можно скинуть всеми развеиваниями лотусы и легионки грифсы и улам манта то есть все скидывает ваш трек вы можете этот момент мониторить на баланс хандре допустим вражеский вражеская дровка потратила манту даете инфу команде то что можно еще за рчет убить потому что она потратила манту чтобы скинуть трек еще одна прикольная опция про которую я вообще забыл и недавно мне человек в паблике напомнил если вы вешаете трек на вражеского героя сейчас приходит вот висит допустим трек на эмбре и нажимая на эмбра в статусе увидите у него там но эффект трека да наводясь на этот трек вы можете посмотреть текущее золото у героя про этого я вообще забыл как-то из головы вылетела вот и соответственно если вы увидите вражеского героя допустим на шейкера можно кинуть трек и увидите то что у него 1900 золота в кармане шейкер же покупает фастовый блинг правильно да то есть можно понимать то что блинг еще там отсутствует примерно полторы минуты 2 может и это время можно как-то либо убить шейкера отложить его блинг еще дальше либо наоборот можно повесить трек например на 16 минуте на шейкера и увидеть что у него текущее золото ну там 15-20 и значит что он блин купил и вы инфу команде даете вот у барыч 900 золота это ни о чем не говорит или допустим герой купил себе митрил хаммера угракс на бкб кинули трек увидели то что у него ну еще очень долго бкб не будет потому что там 400 золота на руках то есть можно это оценивать если вы выдумаете играю доту то эта фишечка вам может очень сильно пригодится поэтому ара-бара куда ты прибежал еще один килл под треком играм интересно стало вот с этой фишечкой с треком постоянно оценивать ситуацию там очень круто инфа для команды андрил круто работает против героев которые какие-то ключевые артефакт покупают на который по таймингам играют то действительно отлично работает так теперь что виндлейсик у него есть докупил да для скорости передвижением тут все абсолютно правильно если кстати игра не такая комфортная какой файл вначале то есть не по убивали до фастового ботинка не нашли можно транквилла в транквилла выходить это менее богато в отличие от физов меньше урона хитом ранее сложнее героев в этом это баланс хантер который больше информатор то есть дает инфу команде что он грил он бегает и гениться нормально но этот баланс хантер он более душный с файзами бегает кликает по героям так важно допать до второго уровня потому что и скорость передвижения растет и золото сильно растет откинул тос постоянно нужно кидать треки не обратил внимание я только успел спайс там уже он получается по второй кнопке был на баре как долго действует рейк интересно под этой кнопкой очень конечно плотный баунти хантер тут он немножечко загулял вообще у пэйла все это время аегис есть плюс там инвокер готов был к оставать полы почему-то пл не пошел в итоге свайчик погиб на баунти хантере жалко и у теперь поговорим о юле всегда отличная шмотка вот я думаю что нет игры в которой вы купили юл и он расскажет что это неправильно этому потому что в этой игре во первых останавливать спирит брейкера который бежит под бульдозом стал с резистом то есть его не застанет но при этом юл скидывает это штукенцию которая дает ему резист к станам ну и плюс просто чарльз поднимать в дарксир либо понимать в юл либо драксира который под свержем либо тролля который под свержем тоже очень круто сурж скорость передвижения который дает от драксира тоже снимается поднимать тролля вульте если он не купил боковышку на ультанол а скидывать с себя чайный эмбра сало скаймага замедление скаймага атос и в конце концов дасты это очень приятная штукенция вот и у прям крутой в этой игре приятно то что файер эти того то есть не стал пытаться играть на себя больше играет на команду к плотный баунти hunter попробую его пробей успеет слушает перед бамс бамс и не стала забирать оставил фраг для пыла кто-то еще так сделал на молодец да потому почему он получил всего 300 голды а он оказывается килл оставил так бы у него плюс 600 было бы возможно вот в этом моменте нужно было застелить килл потому что его на таймингах как раз не хватает вот этих самых двух соточек чтобы ил дофармить а тогда старайтесь больше играть на команду это весьма правильно и весьма важно и все таки саппорт роль поддержки не значит то что вы менее важные но поддерживать нужно в первую очередь был слава же flex и грамм кушать поехали сорвала и утром и блюда левой да хорошо бы к борься убегать все так не совпало по таймингам они пошли на хэгграунд с аегисом видимо не ставили вообще зачем они пошли в топ на хэграунд если ну там плавно там пэл отступал просто ему помогали просто тролль принес себе бкб аегис пропал и вот такой вот неудачный тайминг тролль с бкб идет убивает поэлла который на пол хп ничего страшного бывает жизни огорчение талантом уровне он вариативным если вы опять же играете через того бунте хантером и говорил с танк виллами меньше бьете больше этом урну вешаете весел кидаете драки то лучшую мазать чтобы быстрее двигаться если же вы такой бунте хантер как и файл и есть кого подгрызть а тут то есть скаймак всегда там можно его покусакать плюс 40 урона видим поэтому он и взял эмбр открыл времена молнии конечно бешеного я брэм прокают но нормально хабареген почти 20 секунду буха уже почти фуловый все шикарно опять трекич можно накинуть ай а вот же на тролле скидывает себя все треки он купил себе аганин чтобы мисс и получается накладывать на фантом лансера чтобы скидывать колд снэп минус армору от тейт хантера минус урон идеально и замедление и чьи может скинуть и solar который я купила и замедление диффуза в общем-то одни преимущества и весел соответственно тоже на просто идеальный айтем аганим в этой игре для тролля правильно сделал что купил эмбр спирит выкачивает просто вражескую часть карты стягивает сюда с четырех героев топ-1 рак в принципе неудивительно и у эмбра появилась бкб-шка то есть 2 бкб на врагах сейчас драться будет очень сложно либо должен быть какой-то филигранный рэвидж чтобы бкб не успели поражать либо не знаю слишком долгий пачку был всех забернем пожил 5 бара очень далеко оказывается скинул бульдоз вот это плюха нормально по минус армором очень приятно конечно играть на боунте хантере от гаш который залетел можно реально замедлять заменять медалькой ну тут инча купила медальку они это думаю на старте обсудили сейчас поле локитом худым долларом тоже кайфует бегает ну что шартик самое время купить немножко стремновато на таком баунте хантере покупать грифсы стремновато потому что как бы ботинок уже есть обычно когда арканцы берут аркан тапки тогда и грифсы забирают хочется взять забилонус но опять же лодус тоже очень крутой миссы чайные атос дасты сало замедление всякие ну и плюс пассивно это очень много моноригена мана вообще не будет кончаться благодаря лодусу лодус дает вам 4 моноригена почти к клинка алинка довольно таки приятно этом нам ману ну и проника будет под 3 цаху даже больше так чтобы драка за рошана очень важно подготовить себе почву для рошана заходит просто ставят vision попытка забрать предректировать брейкер шар отлично рэвыч слушал катаклизм как же им плохо в итоге тролли не нажал бы кого что не смог никого убить и в это время его убили тиммейтов его убили как же классно есть храна сфера или рэвэш под катаклизм сильная комбинация трое жмёт бкб отлично бкб впустую прям сейчас нужно эти наши она может быть не стоило ему так рано бкб шкукликать потому что теперь он не сможет дефать трошка аппелсис просто побежит заберет рашанчика и у все цели сам попробует уже закончить ну попытается хотя бы пошел он прогонять с бота можно кстати нажать и лук прям сейчас на эмбр спирита и вообще надо было ты че а ты сака перепел что это было он не увидел то что эмбр вообще под двумя щитами видимо он был и под плембардом своим счетом и по счетам драк силе то есть там 150 дронов в секунду больше драться невозможно даже с кудом молнии еще пробовать поэтому если он нажал бы он будет дальше был ковырялся бы снимаем раб просто не было бы дэмиджи окей получился тактический fit только что и где-нибудь вместе сидят а я думаю все китайские игроки топового уровня как и наши плюс минус только с другом общаются и он порохлил написал ему что-то в л.с. вот пошел на видел по фанчику просто он до этого так хорошо играл на бонте хантера и сейчас он ошибся да не поверю хотя все мы люди но там просто и уже было прожать и все ну да ну либо либо хотя бы на себя его во время чинов чтобы эмбр просто по стоячей цели не бил на крайний уж случай по нейтральным артефактам мы если мы оцениваем бонте хантера 4 позиции на первом сире прикольно лопату иметь скорость передвижения если оставили то есть брошку на втором тире отлично смотрится вексилер амулет у вас постоянно инвиз в кд трек в кд то есть вы разгоняете свою скорость передвижения нормально было бы на самом деле получить и спать релакс чтобы перемещаться по файту более мобильно и к вивер если он никому вдруг не нужен хотя такое очень редко бывает плетка кстати на втором тире я думаю что именно вам и достается которая был бушит когда вешаете на себя на врагов себя бафайте тиммейтов бафа если замедляете врагов ты приплыл дружочек надо было на крысе чего дождаться чтобы он тэпнулся а вот еще и еще одно целую развивать или порт если вам дали сало его или у вас 1 в кд хорошо плюс деньги следующий раз подумает прежде чем тратить ультимейт на крипов он бы не убил бы как ну понятно да там и упал все в любом случае ну да плюс лобус помогают давать мы это 2 убавить хандры чистки худ мека там что физически невозможно стакан нанести таком sky могу без уровня и без до про на способностей те кто его знает это sky мэйдж пошел спам от фантом лансер через шарт и через линза будет просто пытаться выжигать ману постоянно продамаживать именно иллюзиями он хандр помогает покушать . все таки имеются неплохие пошли иллюзии крашат там sky мага вот плохо поймал убили под доджина скинули бульдоз ошибка от барыча вот он он бы сейчас не стоял в замедлении что он должен убежал бы просто каждый раз нажимает charge и бульдоз где его просто каждый раз и улет балансе ханта или кто-то еще или инвокер тоже с его жми бульдоз после того как тебя в юл поднимут после чарджа и ты выживешь а так ему дают диффузы просто начинают кликать по нему когда он на месте стоит его слышу залетает ерунда короче блин покупается витроль чтобы дойти возможно до кого-то инвокер алибарда есть на балансе антре гоним на эмбер спирте просто эмбер влетел вперед не хватает урона пока что по фантомбанского просто не пропустят его сайленс плюс задувочка ну сейчас полу стало неприятно молнии его проколи и 1 и 2 пола заберут но как же много не потратили как неплохо то стеночка сработала от инвокера иллюзии все иллюзии которые были созданы от дарксир они просто не стояли и не двигались просто не мог кроме контролить хорошая опция убивает балансер и иллюзию свою же от стенки стерли просто дарксировал не успел даже сценить никого битроль пытается побороться с иллюзиями не получается там иллюзия грызерская мага добьется на страйком отличная дату инвокера ну две стороны забрали хорошо затяжной к степает очень лайнсер просто здесь пищу ровно наковырял так хочется вот вот эту стяжку видеть какой-то слэм для него шейкера нет особо может хара на шейкере реально тут пытается пытается но как же сложно все такие плотные все просто купили себе походу есть мега есть pipe еще сверху оцениваем закупа phantom lancer с тараской просто очень плотный на баунте хантере худ на энче худ на антре все файп у инвокера бкб и урона просто не хватает в итоге тролль понимает что ему тоже даже не хватает потому что часть урона магического все очень плотные так лизом залетел мы заканчивать эту игру на самом деле отлично вот это файл сделал все четенькое но мы записали для вас как мне кажется интересный ролик на нестандартном героя непривычном уделили время время и самое главное ранги какие в этой игре это вам на непростая доска это хайлевел спасибо всем за просмотр пишите ваши комментарии всем пока